посмотрим что тут у нас открыто на рецепшене уже пришли наши здесь еще пока никого нет как обычно тут клетки в основном одни коты нет пес остался вот лево лево снимать можно свой код привет жук никому кот не нужен забирайте нужен дом до карантина мы должны были приходить раньше и как бы наша задача была делать всех госпитализированных смотреть вот например есть план вот это кстати мои инициалы я давал медицину и по плану ты даешь медицину сейчас ну как бы из-за карантина так как у нас якобы не то чтобы меньше работы но не за в общем чтобы меньше рабочих часов мы пока приходим четко по времени и ходим четко по времени но меня это особо не касается потому что я всегда ухожу позже или кого-то подменяю поэтому моей жизни особо ничего не изменилось я в принципе я думаю по желанию так же само могу приходить раньше и до начала работы выполнять весь этот вот план который есть по госпитализированным но уже потом как бы начинать работать с пациентами которые приходят вот конечно трудность том что клиника не 24 часа в сутки и поэтому очень многие животные остаются здесь одни и к примеру вот так как у нас в принципе все капельницы идут через памп через вот эти вот штуки но бывает там где-то воздух попадает бывает еще какой-то момент неправильно настроили объем и она начинает пищать я представляете бедные животные которые всю ночь и бывает утром приходишь 1 пи 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 и вот это всю ночь слышать это конечно жесть но такой формат в принципе он разрешается и так так все сейчас и работает включение со знакомого места уже последние последнее время постоянно ходил на ланч внутри в клинике в в кабинетах на обед у нас вот такая вот пицца типа как клиника угощает такие пирожники ты думаешь блин вот это она крутая убираться ничего нет потому что в большой семье не щелкают а меня ждет на обед чем в общем 10 минут английский и 10 минут почитать медицину хочется как на улице посидеть тем более сейчас погодка классная и все-таки там тысячи чувствуешь себя как находясь в клинике опороки просто хочется переключиться и это наверное самое лучшее уйти и находиться находим находиться на улице дышать воздухом сегодня день запашки нам дают чеки так как я работаю в двух госпиталях то у меня два человека получается вот короче фишка такая ты подписываешь его и потом можно все в онлайне закинуть выбираешь первую часть я заснял потом нужно вторую сторону все через приложу хоть делается опана закинулась потом выбираю на какой аккаунт потом вводишь количество и дан и принципе она она закидывается то есть очень быстро тебе не нужно в банке все такое наверное я буду немножко психом да если я в свой перерыв пойду на операцию смотреть я просто так уже делал по раз и не это делал другим врачом который делает это педе в целом благодаря тарасу тарасу анатольевича вот уже можно сказать очень хорошему другу который меня учил в свое время в украине в полтаве я очень много ассистировался насмотрелся этих ортопедических операций вот здесь конечно немножко другой уровень уже на как бы на порядок выше сомнительно с тем что мы делали но это делать как я уже рассказывал врачка у которого есть специализация вот и порой он к нам приезжать когда ему там какие-то есть определенные термины в расписании вот то у меня были такие моменты когда у меня был перерыв и я просился к нему и он без проблем там таком как бы одеться гиппировку маску все такое и заходи вот и я помню я проводил свой обед там стоял в операционной мне что-то спрашивал типа а что ты там торчишь ну типа явлю у меня перерыв человеку не перстали на свободное время вот и это очень круто это очень прикольно самом деле как я уже рассказывал был момент когда я хотел так же сама посмотреть на узи сердца и хотя я принципе их уже тоже насмотрелся очень много благодаря снижать александров не вот но тот врач немножко испугался из-за коронавируса типа нужно держать расстояние крути мне не разрешил смотреть который по специализации тоже но в целом когда возможности есть я всегда как-то фонетически и одержимо стараюсь впитывать информацию любую добирать тот опыт которого не хватает чтобы через какое-то время опять же после получения лицензии будешь и к ними лучшей копией себя лучше чем ты есть сейчас и поэтому как нужно постоянно постоянно стараться учиться и не останавливаться не стесняться не стесняться показать если что-то не знаешь потому что только так ты сможешь выучить сегодня я не знаю завтра буду знать сегодня не смогу ответить я почитаю смогу завтра ответить вот поэтому нужно постоянно спрашивать советоваться быть как ребенок то есть любой сфере должен быть как ребенок должен постоянно узнавать спрашивать спрашивать только так только так можно дойти до какой-то истины ну и конечно же к сожалению за счет ошибок даже в медицине как бы там не было все люди и в основе если ошибаются врачи и все это очень сильно сразу ну не то что ну критикуют критикуют обвиняют и наверное есть разные виды ошибок я бы так сказал есть халатность есть врачебная ошибка и разница наверное в том что человек когда ошибается врач это точек который берет на себя ответственность и зная то что он может ошибиться он это делает ошибившись раз-два следующий раз он уже будет на топе и и как говорится у каждого врача есть свое неприятное слово есть свое кладбище я думаю к сожалению по другому не получится ты учишься на каких-то ошибках на своих наших других врачей для того чтобы потом быть на уровне но это все равно не обезопасит тебя от того чтобы где-то опять его допустить другое дело халатность халатность это такой момент который даже не нужно объяснять и здесь по делу но не ошибается тот кто ничего не делает и просто нужно это воспринимать как определенный вызов и стараться стараться развиваться да и все будет задавали вопрос о том сколько зарабатывает клиника сколько она приносит денег и здесь такой момент интересный я работал пока только в двух клиниках это одна сеть но это две разные клиники с двумя разными системами скажем так потому что клиника в которой я работаю по субботам они открылись в июле клиника в которой я работаю по субботам они открылись в июле месяце 19 года и получается так что у них еще коллектив очень маленький нас там работает получается один доктор на на рецепшене и двое ассистентов могу сказать что потенциал этой клинике просто огромнейший я в следующем видео обязательно засниму и покажу там все потенциал там огромный там очень классное здание вообще там есть все но об этом мы поговорим другой раз вот и эта клиника на сегодняшний момент сейчас май месяц почти уже год прошел она работает она приносит с одним врачом с двумя ассистентами в день от от трех до шести тысяч долларов бывают конечно не очень сухие там это две тысячи бывают некоторые максимум но это может там до восьми тысяч доходить физически просто не успеваешь делать больше конечно здесь очень важный момент какие ты делаешь процедуры это может быть к примеру там снятие зубного камня ты сделал три у тебя уже там полторушка или там до двух тысяч до если с какими-то нужны зубы экстракшен птиц экстракшен удаление это удаление зубов вот ну и так далее да а могут быть к примеру тебя может быть там 20 клиентов за день и из них половина вакцины вакцины очень дешево и все такое поэтому здесь большая разница но вот с таким вот коллективом вот такой вот сейчас идет доход клиника в которой я работаю большей часть времени то которую я называю коробкой коробка производства денег на данный момент них стоит цель делать два с половиной миллиона в год оборот этой клинике сейчас два года может сказать что мы эту цель уже перевыполняем на сегодняшний день потому что оборот получается минимальный примерно выходит 8000 в день это от 8 до 12 тысяч вот так я бы сказал в день мы примерно делаем бывают дни конечно самые плохие дни это наверное 5 самые хорошие ну по крайней мере применять сколько здесь было то где-то 13 13 половиной вот так вот можно сказать что в среднем где-то 8 то есть для того чтобы делать два с половиной это нужно делать семерку ну если я там правильно почитал вот поэтому в принципе этот показатель должны перевыполнить но здесь есть еще второй момент а количество персонала здесь количество персонала намного больше если там у нас один врач здесь на смене как минимум два врача бывают такие моменты когда три и на каждого по два ассистента плюс еще на рецепшене трое девочек и получать плюс еще есть позиции идеи это те которые говоря коммуницирует между рецепшеном и врачом там составляют план получается лечение обговаривают его потом с клиентами обсуждают цену и так далее количество людей скажем так большое и если мы там хороший день делаем 13 но у нас сегодня проработала говоря 10 человек то можно посчитать разницу до этого оборота сколько тебе нужно дать и сколько тебе в итоге останется как владельца в целом получается так что такая вот клиника она приносит владельцу насколько насколько я знаю эти все инсайды владельцу она приносит как инвестору примерно 200000 год то есть чистого дохода это нужно заплатить ну заплатить докторам заплатить персоналу и чар есть еще села до которые руководит там сетью этих клиник и так далее и так далее так далее то есть уже можно сказать что эта клиника доросла до того хотя она и маленькая доросла до того что персонала сейчас мы огромное количество людей уже работает подключено к этому всему и ты можешь как бы расширяться и может одна клиника будет вытягивать другую у нас вот недавно была встреча мы разговаривали по поводу по поводу доходов по поводу всех этих моментов так сейчас нет айки айкино рикардию рейки и игора и гора судмик но один чек за и quality of video so it's my first time that i'm yeah yeah but i think it's gonna be okay yeah немножечко отвлеклись ребята тут зашли кто чем занимается обычно движение вот в целом получается примерно доход от инвестора который покупает вот землю потом вкладывая деньги в клинику выходит примерно 200 200 тысяч долларов вот я знаю такой момент что не говорили от чека получается ему выходит где-то маржа какая-то маржа ему хватит маржа примерно 10 процентов вот и ну как я уже рассказывал немножко другой подход как бы бизнесу с одной стороны это круто что это как бы достаточно такие принципе и нормальные деньги но с учетом головняка который у тебя сколько нужно вопросов порешать всяких разных да то есть я думаю если бы он был тем же самым силу и он этим всем занимался он мог бы делать намного больше но он работает немножко в другой теме он просто покупает участок покупает полностью оборудование у него уже есть как бы руководитель все есть и просто выступает как бы спонсором это как он юрист примерно знает законы как все правильно оформить то есть у него есть сеть клиник но они все они связаны между собой получается если я иду работу в другую клинику то у меня уже нет как бы дополнительных экстра часов а та клиника хотя это одна сеть она как отдельно идет и она мне уже платит получается если как бы одну клинику накроют Другие сети не пострадают Между ними как таковой нет связи Только одно название Я еще полностью не понял, как это все работает Но в целом это работает так Выходит так, что он покупает землю Инвестирует в оборудование Начинается работа Как только уже госпиталь вырастает Он дает прибыль, около 3 миллионов Он его продает уже крупным сетям Которые действительно Фокусируются на другой подход Скажем так, в медицине Продает Но я не знаю, какие суммы Я могу только представить, что это примерно 3-4 миллиона Честно не знаю Ну и как бы он забирает себе Плюс потом реинвестирует Еще открывает, покупает Ну и конечно же, не считая того, что ему каждый раз приходит Очень мудрый дядька На самом деле, я с ним пересекался пару раз И такой Он очень простой с виду Очень спокойный Уже такой в возрасте, я думаю, ему лет под 70 Такой, видно, он толковый и знает свое дело Особо не заморачиваться С медициной никак не связан, но процесс работает Я знаю, есть клиники В Америке, которые В основном работают только в специализированных направлениях И там зарплаты у врачей могут доходить и до 200-300 тысяч В зависимости от специальности Кто-то может сказать Блин, что это за фигня, этого следа слишком много Там и все такое Это мне говорил парень, с которым я работаю в другом госпитале И он работал в этой спешлити В ортопедии Он говорил, да, у нас доктора получали такие суммы И он начинал в этой клинике, когда они только открывались И он говорит, что у них совсем другой подход У них там высокое качество Ну, по крайней мере, себя так позиционируют И там совсем другие чеки Соответственно, совсем другие зарплаты у врачей Потому что они учатся на 4 года дольше, чем обычные ветеринарные доктора Вот такой вот примерно оборот ветеринарных клиник Вот такой вот примерно оборот ветеринарной клиники В которой я сейчас работаю Конечно, он может отличаться Я уверен, что другие госпиталя могут делать больше Кто-то делает меньше У каждого свой подход Кто-то будет брать мелочью И частотой, как здесь, когда сниженные цены Например, у нас Кто-то будет брать под поднятием цен Но меньшим количеством кейсов, принятых пациентов Вот, поэтому каждый выбирает себе свой путь Кто-то будет заниматься чисто инвестированием, перепродажей Ну, примерно, вот столько будет обходиться клиника Если ее содержать И сколько с нее можно будет иметь Конечно, если ты все делаешь один То ты можешь иметь намного больше То есть, если мы говорим про инвестора, который делает 200 То ты как владелец Если мы уберем этот весь головняк, который тебе нужно прожить Пройти, то ты, конечно, можешь делать намного больше Вот, поэтому, как по мне Это очень хорошая инвестиция Если ты разбираешься, знаешь, как это делать И для этого все есть Приезжаем в Америку, инвестируем в клинику Делаем бизнес Всем спасибо за видео Всех обнимаю До новых встреч И оставляйте ваши комментарии Мне правда очень приятно Пообщаться в коментах с новыми людьми Почитать Посоветовать Так же самое узнать какие-то новые вещи для себя Мне было очень приятно Мне написал парень из Нью-Йорка Доктор из Одессы Который сейчас тоже проходит лицензирование Мне очень приятно было с ним познакомиться Передаю вам привет Вот И побольше бы людей таких встречать И я сейчас понял, что влог этот Действительно потихонечку работает И нужно просто продолжать это делать И ты будешь знакомиться с новыми людьми И от канала будет не только фан Не только удовольствие какое-то Не только привет родным Но также еще какая-то определенная польза Поэтому будем потихоньку развиваться В общем поддерживайте меня И не заставляй Как-то не заставляйте меня двигаться Чтобы я не сдался И не забросил это дело Спасибо вам ребят всем большое Всем привет Кто дома Обнимаю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok